Если двое пришли на суд Торы, то как должен судья к ним относиться? К обоим, как к злодеям. То есть, если они оба пришли уже в ситуации, когда им надо судиться, значит, оба к ним судья относятся, как к злодеям. Чтобы не было у него, как к одному он хорошо относится, к другому плохо, или к обоим хорошо, один-то из них точно злодей. Значит, изначально по умолчанию судья относятся к обоим, ссорящимся, как к злодеям. Теперь, как там дальше написано? Чтобы они были в твоих глазах, как злодеи. А когда они от тебя будут уходить уже после суда? Чтобы были они в твоих глазах, как праведники. Им тепло, а ле им это один, если не приняли на себя суд Торы. То есть, два человека пришли к суде. Говорят, один говорит, у меня вот так и так было. Судья говорит, следующий, следующий такой. Я говорю, что так и так было. Судья задал один вопрос, второй вопрос, третий вопрос, тому, 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 тому. Все. Значит, говорит, по суду вот так. Один говорит, я принимаю. Второй говорит, я не принимаю. Значит, тот, кто принял суд Торы, он праведник. Кто, кто не принял, он злодей. Понятно, да, идея, как работает? Но лучше ни с кем не судиться. Лучше ни с кем не судиться. Лучше быть человеком, который изначально старается все делать по Торе. И ни с тем не спорит. Как один журналист приехал, приехал один журналист в этот самый, в деревню долгожителей. И одного спрашивает самого долгожителя. Говорит, вот скажите, в чем секрет вашего долгожительства? Он говорит, вы знаете, я ни с тем не спорю всю жизнь. Журналист говорит, чего вы рассказываете? Ну, это же невозможно ни с тем не спорить. Это нереально. Вы скажите свой настоящий секрет. Тот говорит, а я вам говорю, я ни с тем не спорю. Всю жизнь я просто ни с тем не спорю Журналист говорит, ну послушайте Вы эти сказки рассказывать будете кому угодно Вы мне скажите настоящий секрет Как вы до 100 лет дожили Он говорит, ну Спасибо И ушел Потому что он же ни с тем не спорит Что он будет с ним дальше спорить Зачем ему доказывать Если человек не готов слышать Если человек не готов услышать То лучше с ним не спорить Лучше с ним не спорить Я кстати вчера Вчера же было дарование Торы Потом Шаббат Позавчера дарование Торы было Шаббат, праздник и потом Шаббат Я был на семинаре в Арахим Я был для русскоязычных посетителей Я был лектором А на иврите я слушал Я был как участник Когда у меня не было лекции Были Раваш Аркушнир, Рав Грилюс, Рав Шиман Значит Я когда И у меня было несколько лекций Три или четыре лекции Но я все остальное время сидел На Сам слушал Выступления Ивритоязычных лекторов Там были Арон Леви Давид Браверман Очень сильнейший Сильнейшие лекторы Вообще невероятные И там один рассказал Арон Леви Он рассказал В чем причина Я хочу вам это передать Очень важное такое Реально важное сообщение Значит он говорит Вот смотрите Человек который Который не соблюдает Тору Не соблюдает заповеди И он в принципе не работает над собой В чем Из чего состоит его жизнь Он гневается Раздражается То есть у него Все это время Пока он Раздражается Или гневается Ему плохо Да Он раздраженный И он гневливый Если он не раздражается И не гневается Что еще бывает Ему бывает Отсвут Скучно Ему скучно Если ему не скучно И он не раздражается И не гневается Какие есть еще проблемы у человека Гнев Раздражение Скука Лень Лень это производная От скути Что еще И Значит Конфликты с другими людьми Конечно Конфликты с другими людьми Сжигают Сжирают У человека его жизнь Ему просто Ну Когда он в конфликте С близкими С детьми С родителями С окружением С работниками Ну Со всеми он в конфликте Разводится Там с женой Из-за конфликта Теперь он говорит Причина всего Всех вот этих вот Проблем в жизни человека Причина одна Он говорит И если не убрать Этот корень То Человек не может В этой жизни Быть счастливым И в чем он назвал Корень вот этого Всех этих Негативных Проявлений в жизни Корнем Является Качество Которое на верите Называется Гава Гордость Гордыня Высокомерие Значит У каждого человека Есть внутри Шкала Самооценки Как он себя оценивает И как он оценивает Других людей И чем выше Он оценивает себя И чем ниже Он оценивает Других людей Тем ему сложнее Жить В мире То есть Как говорится Всевышний С гордецом Не могут жить В одном Пространстве Теперь Почему так происходит Допустим У человека Самооценка Что он Просто себя считает Умным Великим И Центральным Вообще Центральным Столбом Мироздания Естественно Что люди вокруг Начинают его Раздражать Как это так Он мне будет Еще что-то говорить Он еще со мной Да Это семинар Который в книге Невероятно Да Вот это вот Арахим Это эти семинары Да Значит Он будет со мной Еще что-то разговаривать Он Я сказал Что стул Будет стоять здесь А он его Будет двигать То есть Вот это вот Когда самооценка Когда я Я это я Вообще это я А люди вокруг Это Ну вот такие люди Значит То Чем больше Вот этот разрыв Тем больше У тебя гнева Тем больше У тебя Раздражение На окружающих людей И тем меньше Тебе кажется Что они тебя Уважают Потому что Они не дают тебе То почитание И то уважение Которое ты сам Ждешь от того Что они тебе давали Он говорит Жизнь такого человека Не жизни То есть Его действительно Все раздражает Все его выводят Из себя Он на все Обижается Теперь Значит А какое Лечение Какое Лечение Лечение Как убрать Этот корень Если Человек Говорит Что я Ноль То Это Это обман Если у него Действительно Есть какие-то Хорошие качества То есть Обмануть Тоже нельзя Если Сказать Значит Что Там он Перечитал Разный вариант В общем В итоге Я скажу Какое Лечение Чтобы было Понятно Лечение Что нужно Принимать Что у тебя Есть какие-то Какие-то Хорошие качества Но Все Твои Качества И все Что с тобой Происходит Это от Всевышнего Как только Есть вера В то Что миром Управляю Не я И не ты И не он И не он А Всевышний И в этом мире Все Устроено Так Как Всевышний Хочет Это Бог Это Творец Мироздания И он Дал тебе Какие-то Возможности Дал другому Какие-то Возможности Но в другом Дал То есть Ты начинаешь Принимать Реальность Потому что Это божественная Реальность Ты находишься В этой реальности Как Как Гость Тебе Все Что ты Получил Включая Тору Это Матан Тора Это Подарок Который Тебе Дали У тебя Есть Занятие Которым Ты Занимаешься Это Усиливать Свою Связь Со Всевышним И Выражение Его Воли В этом Мире Все И у тебя Нету Тогда Ни Гнева Ни Раздражения Ни Скуки Ни Лени Ни Грусти Ничего У тебя Есть Только Любовь Ко Всевышнему Тора И Большой Интерес А что Будет Дальше Потому что Всевышний Который Мир Этот Ведет Уже И мир Существует Уже Много Тысячелетий Он Тебя Вел Уже Много Десятилетий И Дальше Он Что-то Приготовил Тебе Интересное И ты Начинаешь С интересом Относиться К миру Реальности Как Таковой Объективно Ее Нет Например Была На Этом Семинаре Была Одна Женщина Ей 82 Года Она 82 Года Моей маме 85 И она У нее Деменция Она С дома У нее Есть Помощь Во всем И так Далее Эта Женщина 82 Года Маргарита У них Одно Имя С моей Мамой Мама Рита Это Маргарита Она Значит Ходит В день По Два Часа Каждый День Она В этом Году 82 Года Начала Учить Английский С нуля До этого Не знала Английский Она Занимается Йогой Пилатес Значит Но я Более Активная Женщина Я Давно Не Видел Она Посещала Все Лекции То есть Совершенно Невероятная Женщина Которая Все Интересно У Которая Есть На Все Время Силы Она Живет Активной Невероятной Жизнью Можете Себе Представить И Это 82 Года Это Доступно Каждому Из Нас Если Убрать Вот Это Высокомерие Которая Которая Если Опять же Если Человеку Скучно Кто Создал Ему Скуку В жизни Он же Сам Если Сказать Что Человеку Мне Лень Мне Ничего Не Хочется Кто Тебе Это Все Создал Да Ты Сам И Создал То есть У Тебя Есть Одна Проблема Это Твой Взгляд На Мир И Твое Высокомерие Поддерживающее Этот Взгляд На Мир Считающее Его Правильным Если Тебе Плохо Значит Разбирайся С собой Чего Ты На Других Людей Нападаешь Что Другие Люди Не Такие Как Ты Не Могут Оценить Твоего Величия Ну Значит Жди Что Оценят Или Жви В Гневе В Скути Рассказываю Сейчас Так Пересказываю А он Это Все В Лицах Показывал Это Трава Арон Леви И От Этих Лекторов Но Я Вам Скажу Что Самый Лучший Лектор Если Вы Знаете Иврит Очень Советую Поехать На Арахим Или Найти Арон Леви Его Зовут В Ютьюбе Есть Множ Своего Видео Уроков Невероятное Хорошо А мы По Украденные Дети Нас В детстве Украли И Поместили В пионер В пионерские Ладеря Да Значит Вот на этот счет Тяжелый Начать Соблюдать Шаббат Было Множество Лекций Последнее То что он В конце Рассказывал Это Заканчивался Шаббат И он Рассказывал Как был Один Парень Который Который Курил Две пачки В день Сигарет И он Значит Говорит Я не могу Соблюдать Шаббат Потому что Я курю Две пачки В день Я все равно Нарушаю Шаббат Ему Тогда Равин Говорит Послушай Начни С чего-то Начни С того Что ты Будешь Сигарету Зажигаешь Но хотя бы Не туши Ее И говори Что это Я делаю Во имя Шаббата Что я Половину Хотя бы Нарушений Я тут же Снимаю То есть У тебя было Там 40 сигарет В день Значит 40 раз Ты зажег Но не потушил Зажечь Это одно Что уберешь И каждый раз Говори Всевышнему Я хочу Соблюдать Шаббат Помоги Мне Тот говорит Не Это не работает Так В общем Равин ему Говорит Это так Работает Ты Не смотри На гору Которую Тебе надо Преодолеть Ты смотри На один шаг Который Тебе надо Сделать Тот говорит Если мне Скажет Самый Великий Равин Поколения Был Когда Равхан Каневский Еще жил Если он Мне скажет Что Есть за это Дальше я перестану тушить Хорошо И они дошли До Равхана Каневского Зихруна Левраха И он Этому человеку Говорит Смотри Говорит Надо соблюдать Шаббат Полностью Бог сказал Соблюдать Шаббат Полностью Теперь Если ты Покаместь Начинаешь Хоть что-то делать Пять минут В конце Шаббата Ты говоришь Я буду эти Пять минут Соблюдать Или Потом Десять минут Потом Пятнадцать Если ты Говоришь Я хочу Соблюдать Шаббат Я буду Сейчас я начинаю С этого И я это делаю Во имя Шаббата То это тебе Засчитывается Уже Как Выполнение Воли Всевышнего А за любое Выполнение Воли Всевышнего Всегда есть Награда От Всевышнего Потому что Это честно Всевышний Прежде всего Это истина Поэтому Если ты делаешь Действие в плюс Ты получаешь Награду Если ты делаешь Действие в минус Ты получаешь Наказание И получается Давайте кстати Помолимся Вот хороший был вопрос Кто сейчас Самый великий Равин поколения Он как раз В праздник Попал в больницу Сейчас И он попал В больницу В праздник Мне нужна Рав Эдельштейн Его зовут Рав Гершон Эдельштейн Ему сейчас сто лет И он Вот в праздник Как раз У него был Этот самый Написан Сердечный приступ Он попал в больницу Рав Эдельштейн Не помню Как звали Маму А я сейчас Не могу Просто я в компьютере Не могу посмотреть Писали в религиозных Всевышний Початок Что надо За него Молиться Но я думаю Что его Это точно Всевышний Знает Потому что Он глава Мира Ишива Он Рож Ишива Понивиш Живет На брате Рав Гершон Эдельштейн Он кстати Говорит на русском Потому что Ему сто лет И он еще Успел застать Получается 1923 года Он рождения Это получается Уже после революции Он родился Еще какое-то время Он пожил В бывшем Советском Союзе И уехал в Израиль С родителями Как-то успели Они уехать Потому что Полагающийся На Всевышнего Его Всевышний Будет нести Хорошо Что было Мой Рифа Шлема Рифа Я думаю Что сейчас Очень много людей За него молятся А недельная глава У нас называется Как Беолодка Беолодка Это Глава В которой Рассказывается Тоже про левитов Пока мы говорим Еще про левитов Колено леви Очень То есть Это Люди Которые посвятили Себя Служению Всевышнему И начинается глава Так И сказал Бог Моше Говоря Скажи Арону И скажи ему Когда он будет Поднимать Зажигательный рот Напротив Минора Это храмовый светильник Они будут Светить Семь свечей Значит Вы помните Что в предыдущей главе Говорил Всевышний О Перечитать Колено леви Каждая колено Получила свою функцию Эти несут храм Эти то Эти то А про Аарона Ничего не сказал Про коинов Про священников То есть А Коин Стоял Аарон Думал А как же мы Как же мы Как же священники Мы же тоже хотим То есть тут смотрите На первом этапе Человек который Начинает соблюдать Заповеди Ему тяжело Ему тяжело Почему ему тяжело Менять свою жизнь Очень тяжело Мозг человека Его тело Это автоматические машины Которые Которые На любое Изменение Программы Они Реагируют Сопротивлением Потому что Это требует Новых затрат Энергии А организмом Управляет Система Инстинкт Самосохранения Инстинкт Самосохранения Это базовый инстинкт Это как бы Ну внутренняя Прошивка всего Что у нас есть И у человека Если вот Отпустить Например Все мысли Человек спит Какие у него мысли Кто им управляет Во время сна Инстинкт Самосохранения То есть У него работают Все процессы Которые Жизнеобеспечения Человек Напился Или заболел У него отключилось Пол головы Вся голова Отключилась Он в коме Не дай бог А тело работает Инстинкт Самосохранения Это самая базовая Внутренняя настройка Вот этот инстинкт Выживания Который есть Теперь Получается Что Любое изменение Оно входит В сопротивление С этим инстинктом Самосохранения Почему Потому что Если в той среде В которой я сейчас Нахожусь И в том виде Деятельности Уже организм Приспособился Занимает время Приспособиться К любой К изменению Внешней среды Теперь А когда она Меняется То нужно Новое время Если она Кардинально Изменилась То нужно То нужно Очень большая Перестройка Организма Что требует Особых Усилий Поэтому Изменение Создание Новых навыков Изменение Привычек Отказ Даже от Вредной Какой-то Еды Или от Вредных Привычек Это Это Очень Болезненный Процесс Теперь Значит Священники Левиты Получили Функции Аарон Говорит А как же Я Как же Я Значит И Сказал ему Маше У вас будет Тоже функция В храме Значит Зажигайте Эти свечи Светильник И интересно И сделал так Аарон Напротив Миноры Напротив Светильника И Поднялись Эти свечи Как приказал Бог Маше И дальше Описывается Дальше Описывается Везе Маосе Аминора И это Как Было Маосе Как действие С этой Минорой Она Минора Была сделана Из одного Значит Из одного Куска Золота Из одного Куска Золота Сейчас Секундочку Значит Да Из одного Куска Золота Она была Сделана И Дальше Описывается Как она Была Сделана И теперь Что Интересно Что Интересно Значит Интересно То Что Священники Вот эти Вот свечи Минора Да Вот Написано Поднимите Свечи И они Будут Светить И они Будут Светить И вот Пытаюсь Понять Ершеват Народ Будут Они Светить Эти Семь Свечей Как Как-то В этом Тексте Скрыт Намек На Хануку Праздник Ханука Потому Что Вы же Помните Как Было Когда Греки Они Пытались Весь Северский Народ Тогда Захватить Но они Захватили Физически Греки Да Александр Матидонский Он Захватил Израиль И Они Пытались Насадить Греческую Культуру Они Запретили Делать Бритмила Соблюдать Шаббат Рушходыш Назначать То есть Что сбивало Все праздники И они Значит Эти греки Они говорили Послушайте У нас Прекрасная Религия Посмотрите Какие мы Прогрессивные Мы Прогрессивные До Невероятности Мы Просто Модерн Того Времени Да То есть Мы Голые Бегаем Олимпиады Сделали У нас У вас Сколько Богов Один Всего лишь Один Творец Мироздания А как Он Выглядит А он Никак Не выглядит Ну Слушайте Ну Это Такая Вообще Устарелая Концепция Вот У нас Зевс Красавчик Там Аполлон Красавчик Коти У них Там Еще Были Афродита Красавица И Значит И Можно Со всеми Спать С мужчинами Женщинами С собак Хочешь С собакой Спать Спи С собакой Почему Нельзя Спать С собакой Это Не Это Устаревший Взгляд Так Так Значит Греки Пытались Насадить Свою Свою Культуру Культуру Потому что Где сейчас Эти греки С этой культурой Нету этих греков Да С их культурой А те Кто верили В единого Бога И зажигали Свечи Они есть И есть Потом Теарона Есть Левиты И Читаем И изучаем Ту же самую Тору Которая была Тогда На том же Самом языке То есть Мы видим Что Тора Как Всевышний Вечный Так Тора Вечная Так Заповеди Вечные Так И Врести Народ Вечный То есть А греки Древние Где они Сейчас Эти греки Только В музеях Остались Эти греки И Александр Мукдон Как он Называется На иврите В Оридинале Он И остался Только Мукдоном Ни потомков Не оставил Никого Был Убийца Захватчик Который Просто Ну Живодер Такой Да Сегодня Его Как назвали Александр Живодер Который Просто Убивал Людей Живодер И грабитель Который Захватывал Какое Тебе Дело До Индии Почему Ты пошел В Индию Александр Мукдон У тебя Есть Своя Страна Матидония Вот Ты сиди В Матидонии Почему Ты должен Захватить Окрестные Страны Почему Ты должен Убивать Людей Почему Ты должен Насаждать Свою Культуру Вообще Какое Тебе Дело До Израиля Греции Тебя Мало По сути Грабителями Убийцами И маньяками Значит Но мы Мы изучаем Что Есть Другой Способ Жизни Это Зажигать Свет Зажигать Свет Зажигать Свет Торы Зажигать Минору Потом Значит Сказали Сказали Бог Сказал Маше Возьми Левитов И среди Сынов Израиля И очисти Их То есть Тора Она идет О очищении Как их Очистить Значит Как их Очистить Духовно Очистить Имеется Ввиду Не Помыть Их Там В бане Значит Для того Чтобы Их Очистить Нужно Их Было Окропить Водой Которая Счищает Грех Что Это За Вода Значит Была Специальная Технология Создания Вот той Воды Которая Очищает Грех Дальше Интересно Затем Бритва Пройдет По всей Их Плоти Они Выстирают Значит Потом Нужно Было Нужно Было Их Полностью Сбрить Весь Волосяной Покров Представляете Это Было Только Один Раз И Только Вот В самом Начале В самом Начале Это Очень Удивительная Была Конечно Вещь Дальше Нужно Было Дальше Нужно Было Принести Специальные Жертвоприношения Описывается Какие Жертвоприношения И Ты Значит Вы Соберешь Весь Все Община Сынов Израиля Поставишь Левитов Перед Богом И Возложат Сыны Израиля Свои Руки На Левитов И Аарон Совершит Перед Богом В Он Совершит В И И Аарон Это Левитов Аарон Аарон Должен Поднимать Представляете Поднимать Этих Левитов Выбритых Полностью Без Волос Очищенных Святой Водой И После Жертвоприношения И Поднимали Отрывали От земли И В этот момент Значит Они становились Пригодными То есть Они Переходили В другое Качество И Полностью Они Посвящались Богу Служить Всевышнему Интересно Что Это Было Только Один Раз В пустыне Но Очень Интересно Что Очень Интересно Что Вот Эти Буддийские Монахи Сейчас Они Тоже Все Лысые Как Это Связано Я Не знаю Но Почему Они Тоже Все Лысые Как Вы Думаете Почему Они Все Лысые Эти Буддийские Монахи Непонятно Непонятно А Назир Например Тот Кто хочет Стать Еще Более Святым Он Вообще Не Может Трогать Волосы Как Шемшон Он Не Трогал Волосы Есть Назиры Которые Посвящают Себя Всевышнему Они Вообще Не Трогают Волосы Вот И Разберись Да Разберись Почему Это Так И Понятно Что Мы Не Можем Разобраться Почему Это Так Потому Что Как Равис Хазильбер Он Объяснял Почему Мы Многие Вечи В Торе Понять Не Можем Он Говорил Так Он Говорит Вот Смотрите Можно Ли Котенку Объяснить Устройство Боинга Самолета Невозможно То есть Котенок Он Устройство Боинга Понять Не Может Как Бо Ты Ему Не Объяснял Есть Вещи Которые Мы Своим Человеческим Разумом Можем Понять Эти Вещи Как Устроен Глобально Ученые Пытаются Понять Как Устроен Человек Там Что-то Не Рассматривают Микроскоп Описывают Все Но Глобально Как Это Сложнейшая Система Была Устроена И Почему Вдруг Из Одной Амебы Там Или Какой-то Инфузории Туфельди Появился Человек У которого Хромосомы Мужские Хромосомы Женские Они Почему Эта Хромосома Вдруг Она Превратилась В Человека Не Хромосома А Инфузория Туфелька Превратилась Она В Человека И При Этом Остались Инфузории Туфельки Которые Никогда Человеком Не Станут Это Тоже Удивительно До Сих Пор Есть Инфузории Туфельки Если Эта Туфелька Эволюционировала И Старая Туфелька Исчезла А Есть И Амебы И Одноклеточные И Есть Там Например Рыба Скат Электрический А есть Скат Не Электрический И Зачем Электрический Скат Развил Электричество В себе Да А Если Не Электрический Может Жить Себе Спокойно И Плавает Ну Зачем Была Вот Эта Вся Сложность Чтобы Этот Электрический Скат Электричество Накапливало Если Нормальный Скат Может Жить Без Электричества Спокойно То есть Мы Видим Что Есть Высший Разум Который Он Потому И Называется Высший Что Мы Его Постигнуть Полностью Не Можем Но Мы Можем Его Послушаться И В тех Аспектах Где Мы Слушаемся Всевышнего Мы С этим Высшим Разумом Соединяемся И По Большому Чету Человеку Не Важно Понять Расскажите Мне Как Это Минора Работает Человеку Важно Чтобы Утром Ты Проснулся Тебе Хорошо Прожил День Тебе Хорошо Прожил Год Тебе Хорошо Прожил Жизнь Тебе Хорошо И Ушел Вечную Жизнь А там Ты Все Узнаешь Это Смысл Тора И Сейчас У нас 28 Глава 28 Глава Мишли Значит Начинается У нас Отрывка Такого Вот Видите Эту Книжку Всем Советую Заказать Сейчас Вене Вообще Не Венец Вот Мы Прям Сегодня Завтра Уже Напишем Куда Можно Приходить И Можно Если Вы Будете Вене На Экскурсии Или Где-то В самом Центре Города Возле Оперы Зайти Пожертвовать Деньги На Развитие Воикра 30 Евро И Взять Книжечку Себе И Можно Взять 10 Книжечек Для Себя Для Друзей На Подарки Значит И Вы Участвуете Как Партнеры В Распространении Божественного Света Значит Первый Отрывок Такой Значит Убегает И Нету Преследователя Злодей В Цадетим Киквир Ифтах А Цадетим Они Уверенные Как Молодые Львята Значит Злодей Он Все время Боится Реально Он Боится А вдруг Его Настигнет Или Кара Небесная Или Его Настигнут Те люди Которых Он Обманывал Воровал И так Далее Значит Если Если Злодей Его Его Грехи Они Все время Его Пугают Им Все время Страшно Мне Сейчас На семинаре Один Подходит Говорит А вот Почему Есть Злодеи Значит Они Богатые Они Успешные Все Я говорю Ты посмотри Например Если ты берешь Тех же Политиков Или Миллиардеров Или Мультимиллионеров С охраной То есть Это человек Который Все время Боится То есть Это Ну Ты представь Ощущение Ты все время Боишься Что Кто-то Украдет тебя Украдут Твою семью Что Ну и так далее То есть Они живут В страхе Я говорю Ты свободно Тут ходишь Да Никому не нужен Никто Те как раз Не забирается Ты хочешь Туда пойти Хочешь Туда пойти Хочешь Полежи Никому Ты не Интересен В плане Ну Чтоб тебя Хватать А они Все время боятся Он не может Значит Это как раз Вот об этом Что праведник Он Уверен Как Как лев Все А чем мы бояться Он никого не обижал Он ни с кем Не в конфликте Он Со Всевышним Хороших Чего мы бояться Теперь Дальше Я пропускаю Пропускаю Тут идет Что если Страна Греховная Но есть страна Злодеев Как лот Он попал в дом Потом Всевышний Уничтожал в дом Лот все потерял Тоже проблема Значит Дальше Именно идет пространок Где жить Дальше говорит Царь Соломон Шестой отрывок Следующая вещь То враж Олег бы тумо Лучше бедное Которое идет В честности своей И в прямоте Мейкеш драхим Чем тот Кто искривляет Свои пути Комбинатор Ву ашир Но при этом он ашир То есть Он вроде бы богатый Но из-за того Что он все время Это богатство Выкруживал Какими-то Сомнительными Комбинациями То он все время Сейчас находится В страхе Тут налоговая Придет Тут бывшие Партнеры Тут сотрудники Молятся Чтобы он умер Поскорее Да не дай бог И что Царь Соломон Говорит нет Лучше идти Прямыми путями И даже Если ты будешь При этом бедным Но это лучшая Ситуация в жизни Чем быть богатым Но искривленным Дальше Теперь Очень важный Для нас отрывок Который прямо Один из тех Отрывков Мишле Который я Когда-то Выучил наизусть И постоянно Сделал Как бы Одним из Центральных В своей жизни Он звучит так Девятый отрывок Двадцать восьмая глава Мессира Азно Мишмоа Тора Тот Кто убирает Своё ухо От изучения Торы От того Чтобы слушать Слышать Тору Гам Тфила То То Ива Также Молитва Его мерзость Для Всевышнего То есть Ты приходишь К Всевышнему И просишь У него Дай мне здоровье Дай мне благополучие Дай мне то Дай мне это Дай мне то Дай мне это Всевышний Он не спрашивает Но он же До этого Так тебе Делать Чтобы было Это знаете Как Ко мне приходят Когда люди Говорят Помоги Я говорю Смотри Я тебе сейчас посоветую Сделай раз Сделай два Дай три Они говорят Не мне твои советы Не нужны Ты сделай за меня Я говорю Извините Я делать за вас Не буду То есть Я тебе могу дать Совет Что ты должен сделать И тогда у тебя Будет все хорошо Не 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 Это не помощь Это не помощь Ты мне так Помоги Сделай за меня Вот это то же самое Что человек Который с молитвой Приходит ко Всевышнему И говорит Дай мне Дай мне Дай мне Всевышнему Говорит Вот оно Пожалуйста Вот Мишлей Притча царя Соломона Мудрейшие из людей Что ты хочешь Жену Тут про жену написано 1700 жен было Царя Соломона Он полностью дал раскладку Как получить жену Какую выбирать Эшетха Эль Мимца Кто найдет Доблестную жену Какая она должна быть И так далее Тебе деньги нужны Пожалуйста Вот тебе отрывочек Значит Отрывочек Про деньги Про деньги Отрывочек Сейчас я скажу Этот отрывочек Значит Тут есть очень хороший Про деньги отрывок Так Вот Значит Овет Адмато Избалых Тот Кто обрабатывает Землю его Насытится хлебом Умирадеф Рейтим А тот Кто гоняется За пустотой Избариш Он Насытится Риш Это бедностью Значит Что это значит Что это значит Что это значит Это значит Что человек Должен обрабатывать Тут два понимания Первое Естественно Что если ты обрабатываешь Землю Тебе всегда будет Что покушать То есть голодный Ты не будешь Земледелец Он как минимум Себя прокормит Да Тот Кто гоняется За пустотой За какими-то проектами Там и так далее Он может Гоняться за пустым Действительно За Какими-то Иллюзиями Теперь второе Это Адмато Это твой Удел То есть У каждого из нас Есть к чему-то Талант И тот Кто его Обрабатывает И в своем таланте Он старается Преуспеет Стать хорошим мастером Он будет сыт На еду Он себе заработает Теперь дальше Ну тут много Про богатства Много здесь В этой главе Про богатства Так Сейчас Значит Ну вот такой Лайфхак Хороший Тот Кто дает Бедному Нет у него Недостатка Не будет у него Самого Недостатка У Малины Тот Кто От него Прячет Глаза От бедного Рав Мэрот У того Много Будет Проклятий Значит Что имеется Ввиду Когда Человек Старается Помочь Бедному Если уже Столкнулся И он От тебя Просит Всегда Нужно Давать Должна Быть Не обязательно А вдруг Он то А вдруг Он то А вдруг Он то Оставит Она Всевышнего Дай ему Небольшую Монетку Которая Монетка Там От которой Ты просто Скажешь Что Вот есть Люди Уже То что Он просит Это Уже Человек Находится В тяжелом Положении В Ну таком Да Если он Уже Просит Милостыню То это То это Уже В тяжелом Положении Он находится Значит Дай ему Не знаешь Что он с этим Делает Пропьет На наркотики Потратит Ты Во всяком Случае Ты Дал Всевышний С ним Разберется Ему очень плохо Ты его Пожалел И Тут нужно Намерение Выполнить Волю Всевышнего Я выполняю Волю Всевышнего Значит Все И ты Ему дал Монетку Все Дорогие друзья Чтобы мы Запомнили Этот отрывок Тот Кто Убирает Ухо Мишмоа Тора Тот Кто Убирает Ухо И не Учит Тору Так Живо Молитва Для Всевышнего Мерзость То Ива То есть Всевышний Не принимает Молитву Человека Который Не хочет Изучать И Выполнять Волю Всевышнего Все Всем удачи Успехов Чтобы мы Запоминали Советы Всевышнего Советы Пожелания Добрые Подсказки Что делать Что не делать Выполняли Его волю И тот Кто делает Волю Бога Как С той же Радостью С которой Он делает Свою Тот Когда он Потом просит У Всевышнего Бог с такой же Радостью Выполняет Его волю И чтобы Всевышний Выполнил Наши молитвы Где мы просим То что нам Нужно А мы Чтобы каждый День Добавляли В выполнение Воли Всевышнего Которую Мы узнаем Через Тору Все Всем удачи Успехов До завтра